Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Для нас важно, что мы объясняем нашей стране, что жизнь – это важно. А жизнь в Техасе важна особенно. Хотя бы потому, что она дала Соединенным Штатам целый букет подобных президентов, взлелейных на техасских здешних нефтедолларах. В том числе аж двух бушей – и старшего, и младшего. А вот еще один президент из Техаса – Линдон Джонсон, тоже на своем ранчо в Техасе. В том самом Техасе, который Соединенные Штаты, да будет вам известно, у соседней Мексики отхватили. Было это еще в 19 веке. Но уже и тогда, в младенческом своем возрасте, США оказались на редкость зубастыми. Откусили вдобавок к Техасу еще и нынешнюю Аризону, и Калифорнию, и Нью-Мексику, почти половину Мексики тогдашней, со всеми ее нефтегазовыми и разными там курортными нынешними прелестями. Неплохо устроились, не правда ли? Так что у Америки это очень давние замашки – класть свои ноги на чужой стол. Перед вами латиноамериканская страна Колумбия, ее джунгли. На первый взгляд, джунгли как джунгли, ничего особенного. Но расположены они на узком перешейке между двумя великими океанами. В конце позапрошлого века умные люди задумали прорыть здесь канал, соединив Тихий океан с Атлантическим, западное полушарие с Восточным. Проект столетий, дело прибыльное. Тут и французы засуетились, и германцы, и разные прочие. Но пока они все там суетились с лопатами на той колумбийской земле, Соединенные Штаты послали туда своих веселых ребят с деньжатами. И те быстренько организовали там в Колумбии среди местной публики цветную какую-то революцию. Которая провозгласила новую и, конечно же, демократическую республику под названием Панама. И эта Панама при естественной поддержке США срочно отделилась от Колумбии с территории, где положено было быть каналу. И ту территорию Панама сразу же передала. Сами понимаете, конечно же, Соединенным Штатам вечное пользование. Так что Панамский канал, еще не родившись, уже получил американское подданство. Оно и понятно. Чего не сделаешь, когда вроде бы и нельзя, а очень хочется положить те самые имперские ноги на чужой стол. Америка считает, что она лучше других знает, кто должен находиться у власти в той или иной стране. Ей очень не нравится, например, что граждане Ирака не хотят демократии, которую им навязывают США. А ведь демократию разве навязывают силой, как это делается в Ираке? Думаю, что следующей целью Вашингтона может стать Иран. Грубая попытка, предпринятая в Афганистане и в других странах, экспортировать американскую модель демократии. Американцы терпеть не могут принципа множества мнений, основополагающего в международной практике. Они говорят о демократии, но если что-то вдруг идет вразрез с их интересами, Америка о демократии сразу же забывает. Причем верхушка власти в США на дух не переносит даже самую безобидную критику в свой адрес. После Второй мировой войны Америка стала, по сути дела, держательницей всех английских колоний. И это была форма новой американской колонизации, в основном через экономику и приведение проамериканских элит, нежели через прямую оккупацию, доминионы и так далее. Вот началась стадия такого мягкого американского нового колониализма, экономического колониализма. А в 90-е годы прошлого века маски были сброшены, а Америка объявила имперский курс. История США дала множество примеров того, как они силой, захватывая господствующее положение в мире, стали силой же навязывать другим странам и политические модели своего понимания демократии. Напомним примеру, что США всегда по-хозяйски приглядывали за своим, как в Вашингтоне говорят, латиноамериканским курятником. Уже после Второй мировой войны американские солдаты воевали в Гватемале, в Панаме, в Доминиканской республике, в Сальбадоре, оккупировали Гренаду, высаживались на Гаити. Нормальная практика внешней политики США стали и регулярные убийства неугодных Вашингтону лидеров Африки. Вспомним хотя бы Патриса Лумумбу, первого народного президента Демократической республики Конго со столицы Браззавиль, а также стран Латинской Америки, в том числе в Аргентине, Бразилии, Колумбии, в Панаме, Чили, Венесуэле, при открытой поддержке диктаторов, подобных Пиночетту. И все это нам говорят во имя демократии. Вот только здесь, в зоне Панамского канала, США совершили столько преступлений во имя своей демократии, что не в сказке сказать, не пером описать. Диспетчерский пункт Панамского канала. Чистота, порядок. Но сам канал прославился не только как символ научно-технических достижений бурного 20 века, но и как символ грязных финансовых, политических и военных афер, которые расцвелились здесь пышным букетом скандалов и преступлений. Тайные нити всего этого сходились в Соединенных Штатах. Тоннами динамита не измерить взрывы страстей американских и французских хермачей-конкурентов, которые буквально вымастили трассу канала костями 30 тысяч человек здесь. Каждая миля пройденной территории оплачена жизнями 500 туземных рабочих. Каждая миля 500 туземных рабочих. 15 августа 1914 года. Радость Пентагона безмерна. Атлантические и Тихие океаны соединились под сенью американского плага. Канал значительно увеличил военно-стратегический потенциал США, которые неоднократно использовали свои военно-морские силы здесь как жандармов против патриотов латиноамериканских стран. Например, любые попытки панамцев вернуть себе право на тот панамский канал встречали в штыки, в прямом и в переносном смысле. Даже панамский диктатор генерал Нарьега, кстати, ставленник Вашингтона и многолетний агент ЦРУ по прибыльным связям с наркоборонами Колумбии, был немедленно свергнут 26-тысячным десантом морским. Стоило ему лишь заикнуться, что пора, мол, господа, и честь знать, пересмотреть бы пора статус нашего с вами канала. А вдоль канала того прикрыты джунглями 14 американских военных баз. И вот чтобы они тут приросли навечно, США проводят показательную операцию наказания Панамы. Кодовое название, естественно, справедливое дело. Ценой почти пяти тысяч убитых панамцев американская справедливость восторжествовала. Командовал парадом тогдашний президент США Буш-старший, а исполнителями стали будущие герои авантюры в Ираке генерал Пауэлл и тогдашний министр обороны США Чейни. Справедливость джунглей восторжествовала. Не уберегла Нарьегу даже дипломатическая неприкосновенность Ватиканского посольства в Панаме, где пробовал отсидеться генерал. Вытащили его оттуда, насильно вывезли к себе в Америку и уже там засадили в тюрьму, чтобы и сам не рыпался, и другим, чтобы неповадно было на Америку, знаете ли, мол, хвост подымать. Немаловажна при этом закулисная деталь той операции. Дипломатическое прикрытие вывоза американцами главы Панамского суверенного государства в наручниках осуществлял посол США Майкл Козак. Тот самый Козак, который затем верховодил переворотом в Гаите. Тот самый Майкл Козак, который попробовал и в Минске у нас воспользоваться своим опытом, приобретенным в джунглях американских. Не вышло. Но это так, к слову, пришлось. Количество военных переворотов, политических убийств, совершенных США в Латинской Америке, не сосчитать. Даже соседнюю Мексику, уже которую раз прокрученную, тут вообще за суверенное государство, видимо, не считают теперь. По крайней мере, совсем недавно сам Буш, оговорив с президентом Мексики Винсенте Фоксом условия поставок в США мексиканской нефти, заявил журналистам с гордостью, цитируем. Таким образом, мы не будем зависеть от поставок нефти из-за рубежа. Они сами решают, какое где правительство заменить, на кого напасть. Себя при этом называют защитниками демократии и борцами с терроризмом. А на самом деле они-то и есть главные террористы. Демократия – это не какой-то предмет, ни костюм, ни пальто. Это часть культуры народа. Демократию нельзя вот просто так взять и привить другой стране. Нет никаких гарантий, что она там приживется. На пути к демократии Европа прошла через множество войн, пожертвовала миллионами человеческих жизней. Ей пришлось перенести самые страшные диктаторские режимы. Достаточно вспомнить Франка, Муссолини, Гитлера. И возникает вопрос, а кто сказал, что демократия Западной Европы самая верная и единственно возможная вовсе не значит, что она подойдет, например, нам, Сирии или, скажем вам, белорусам. Для того, чтобы заставить американцев вести себя по-другому и не вмешиваться в дела других государств, необходимо продемонстрировать силу. Но американцы-то как раз и не дают нам это сделать, и всякий, кто станет на этот путь, подвергается демонизации. Например, белорусский лидер – это человек, на мой взгляд, харизматический, не только для белорусов, но и для всего постсоветского пространства. Он показывает пример героического сопротивления небольшой страны, небольшого народа тому внешнему давлению, которое на него оказывается со всех сторон. Можете себе представить, какой Азохенвей поднялся в Белом доме, когда его обитатели узнали о советских ракетах на Кубе, каких-то ста милях от их высокопоставленного порога. Это был октябрь 1962 года. Президент Кеннеди, который к этому времени практически уже не жил со своей красавицей Жаклин, упросил бедняжку вернуться домой, чтобы пересидеть так называемый Карибский кризис в президентском бомбоубежище, а не лишь бы где попроще. Дело в том, что еще год назад, сразу же после высадки американских наемников на Кубе, в заливе свиней, Кеннеди в специальном послании к Конгрессу объявил, цитируем, великим полем битвы за защиту и распространение свободы в наши дни, Азию, Латинскую Америку, Африку и Ближний и Средний Восток. Понимая, что мало ему за это не будет, Кеннеди в том же послании призвал американцев строить убежище, способное защитить их от радиоактивного излучения, запасаться водой, продуктами питания, медикаментами. То есть психоз пошел по Америке на самом высоком уровне. Нация на полном серьезе спорила о том, имеют ли право те, кто обеспечил свое собственное выживание, стрелять в менее предприимчивых соседей, требующих впустить их в убежище, или же отверженные могут в отместку закрывать вентиляционные трубы убежищ, куда их не пустили. И все это во время правления Джона Кеннеди, известного своей обаятельной улыбкой. Но что может быть лучше ему рекламы? А если к тому же ты еще и решил не развязывать Третью мировую войну, то вообще голубь мира. Трагическая гибель Джона Кеннеди, глубоко потрясшая многих своей терризионной наглядностью, еще более окружила этого безусловно дальновидного и здравомыслящего политика орелом своего парня, на фоне многих прочих твердолобых ковбоев Белого дома, особенно техасской породы. Да, это было еще то время, когда одна супердержава могла спокойно заявить другую. Ах, вы, господа, разместили свои ракеты у нас под боком в Турции? Так не хотите ли посмотреть на наши ядерные боеголовки возле своей пляжной Флориды? И все это было в порядке вещей. Ведь только сумасшедший мог пойти тогда на ядерную войну, в которой нет и не может быть победителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джон Кеннеди не был сумасшедшим. Поиграв для ради приличия мускулами в Карибском море, президент США пожал руку вспыльчивому, но отходчивому генсеку ЦК КПСС. Говорят, даже выбери нашей столичной на мировую. Чтобы советские ракеты не заглядывали в форточку его овального кабинета, Кеннеди согласился убрать свои американские ядерные страшилки от границ Советского Союза с территории Турции. Вот, оказывается, какой обмен любезностями стал естественным для тогдашнего многополярного мира выходом из сложного международного конфликта. При почти добром согласии обеих высоких договаривающихся сторон. Хотя, как потом признался Кеннеди, «Хрущев буквально растоптал меня». А тем временем назревала совсем иная война. Для 20 века она станет самой кровавой и циничной. Не без участия тогдашнего хозяина Белого дома. Ведь именно правительство Джона Кеннеди послало в Южный Вьетнам первое подразделение американских сухопутных войск. И именно улыбчивый Джон Кеннеди дал добро на убийство президента Южного Вьетнама Нго Дин Дьема с целью обвинить в этом теракте коммунистов. А на место приконченной марионетки поставить другую, более активную. Это произошло за три недели до гибели самого Джона Кеннеди. Так что расхлебывать заваренную Джоном кашу пришлось уже новому хозяину Белого дома Линдону Джонсону. Причем неоднократно. Ибо после свержения Нго Дин Дьема менее чем за два года в Сайгоне произошло еще 13 государственных переворотов. Сменили друг друга 9 кабинетов. Четыре раза была пересмотрена конституция южного, естественно, демократического Вьетнама. Сайгонский режим, за который так цеплялась американская демократия, трещал по всем швам. Наше положение ухудшается. Кажется, чем больше мы делаем для них, тем меньше они это ценят. Это беда. Но я не думаю, что американцы готовы к идее отправить туда наши войска. Помощник госсекретаря по вопросам дальневосточной политики Банди осторожно советует. Возможно, нам следует подождать, пока не появится хотя бы малейшая надежда, чтобы потом... Я уверен, что мы можем пойти на этот шаг, если он будет сделан с умом. Если это сделать с умом. Но, в принципе, Джонсон уже решил произвести Вьетнаму очередную инъекцию американской демократии. Доза приличная. 15 тысяч пентагоновских головорезов для секретных операций под началом генерала Вестморленда. Джонсон никак не мог смириться с мыслью, что американская армия не в состоянии справиться во Вьетнаме с какими-то там полуграмотными крестьянами. Американцы очень сильно бомбили и обстреливали этот район. Поэтому нашими боевыми позициями были подземные туннели. Они были вырыты на много километров от одной деревни к другой. Здесь были запасы воды и питания для партизан. Мы сражались с врагом всеми средствами, в том числе и самодельным оружием. У них был очень хорошо разный такой способ. Выкапывалась огромная яма в диаметре, допустим, 10-15 метров, глубиной 3 метра. Туда накидывались ядовитые змеи. Так, чтобы был целый слой этих змей. И все это застилалось, так сказать, тростником и листьями. Пусть ты будешь зеленый берет в высшей подготовке. Командос, как угодно тебя называй. Навесить на себе приборочного видения, что хочешь. Провалился и все, тебе ничего не поможет. Вьетнамцы применяли такой способ. Они делали где-то порядка метрового диаметра шар из лиан сплетенный. Набивали его камнями и втыкивали срезанными наискосок такими бамбуковыми ножами. По сути дела, метра по полтора, по метру. Такого ежа делали. Подтягивали, подвешивали его. На лиане. И как только взвод поднимается по дороге, они отпускали это. Нанизывал по два, по три человека. Дальше ямы точно так же. Яма, утыканная такими же самыми ножами. Вот такие способы были. Это они были вынуждены, понимаете? Это месть была. На что, надо сказать, какая была реакция простых людей на американцев. Мы сильно тогда американцев ненавидели. Я их и сейчас не очень-то. Тем временем, новый посол США в Сайгоне Тейлор увидел собственными глазами, что летом 1964 года уже две трети территории Южного Вьетнама с населением более 7 миллионов человек под контролем Народного фронта освобождения страны. А поскольку посол-то был в прежней жизни пентагоновским большим генералом, то незамедлительно потребовал от Линдона Джонсона прислать сюда еще 7 тысяч американских дипломатов, то бишь солдат. Дополнительно к прежним 15 тысячам на неотложную иглотерапию здешней демократии, которая без американских штыков, но никак. В те дни Линдон Джонсон, у которого с юмором, как известно, была напряженка, рассказал журналистам волкакую притчу. Мол, если у вашей тещи всего один глаз, а он тем более волбу, то вряд ли, мол, стоит держать ее в гостиной. Сам Джонсон очень боялся стать той пресловутой тещей в гостиной Белого дома. Утвердив детальный план открытой войны против Ханое еще в мае, президент США несколько месяцев судорожно искал, каким бы это макаром прикрыть-то свой лоб от позора, за что бы это спрятаться при случае от гнева обманутой им общественности, которая была явно против авантюры во Вьетнаме. Джонсон прекрасно понимал, что, процитируем его самого, президент не может везти людей туда, куда они не хотят идти. Самое бандитское государство в мире проводит свою линию, чтобы господствовать, доминировать, а интересы только корыстные, как у любого преступника. Больше заработать, чтобы больше было денег, больше продовольствия, одежды, а для этого везде навязать свою модель гнилой демократии. Тогда-то и была задумана и совершена известная провокация в Танкинском заливе, чтобы убедить американцев, что на них напали, и что пришло время патриотов защитить свое свободное звездно-полосатое Отечество. Сошлемся на некоторые недавно рассекреченные документы тех лет. Вот как рождалась тогда очередная ложь Вашингтона. 31 июля 1964 года Южно-Вьетнамские спецслужбы по заданию ЦРУ направляют свой патрульный корабль из порта Донанг к острову Хонме, чтобы обстрелять там северо-вьетнамские радарные установки. Операцию контролирует эсминец ВМС США Мэддекс, который не только передает полученные разведданные непосредственно в Пентагон, но и успевает огнем своей артиллерии потопить два северо-вьетнамских корабля, благополучно вернувшись в нейтральные воды. Но ни Линдона Джонсона, ни министра обороны США Макнамару такой оборот дела не устраивает. Мэддекс получает приказ возвратиться к границам северо-вьетнамской акватории. Американцам по зарез нужно спровоцировать вооруженные столкновения. Мы должны сделать так, чтобы все поняли, если кто-то ударит по нам, то рано или поздно он сам получит ответный удар. Оставалось лишь создать картинку якобы ответного удара. 3 августа 1964 года. Воскресенье. В заливе Танкино темная ночь. Эсминцы Мэддекс и Тернер Джой, которым выпала участь подсадных уток-провокаторов, уже более 18 часов ждут, когда же на них хоть кто-нибудь да нападет. В кризисном зале Пентагона состояние полной боевой готовности. В Южный Вьетнам и Таиланд спешно перебрасываются дополнительные истребители-бомбардировщики ВВС США. А для поддержки паникующих Мэддекса и Тернер Джоя направлен авианосец «Констеллейшн». Тем временем береговая охрана Северного Вьетнама приведена в ответную боеготовность. Чтобы техника привыкла к этим условиям, где-то гоняли около трех суток. И на позицию под Хайфон. Такая позиция вообще-то неудачная была. Такая большая скала. И метров, наверное, 800. Это самое плохое. И со стороны моря. 130 километров отметка от авианосца. Узнавший об этом по радиоперехватам капитан Мэддекса снова просит разрешения уйти в нейтральные воды. И снова отказ. Вместо того, чтобы отвезти наши корабли из этой опасной зоны, президент утвердил отправку и Мэддекса, и эсминца Тернер Джой обратно в залив. Ночь 4 августа запомнилась кромешной темнотой и сильнейшим штормом. Команды подсадных эсминцев паниковали. По их просьбе с авианосца Тикендерога несколько раз взлетали самолеты поддержки, но никаких атакующих судов Северного Вьетнама они не обнаружили. Их просто не было. И вдруг... Очумелый от напряжения акустик Мэддекса засек, как ему показалось, сразу аж 22 торпеды, идущие на поражение эсминцев. И Мэддекс, и Тернер Джой стали панически палить вокруг себя из всех калибров. Как наутро выяснилось, пустоту. Разгневанный Джонсон сказал тогда Боллу, черт побери, эти ничтожества, эти тупые моряки полили просто полетающим рыбкам. Но радиограмма молнии о состоявшейся атаке уже была зарегистрирована в Пентагоне, а Макнамара уже поставил в известность президентам, мол, они все-таки напали на нас. И Линдон Джонсон с чувством исполненного долга повел свой народ туда, куда народ не хотел идти. Под прикрытием лжи о якобы нападении коммунистического Вьетнама на США, Линдон Джонсон получил от Сената право на ответное военное действие против Ханое. Вот скажите, что я им плохого сделала, этим американцам? Я тогда работала санитаркой, ночью была на дежурстве. А американцы любили ночью бомбить, когда люди дома и спят. Утром прихожу с работы, а моего дома нет, только одна большая воронка от бомбы. Американский президент Джонсон разбомбил мой дом. Мне государство построило новый дом. Прилетели американские самолеты уже от президента Никсона. И второго дома у меня не стало. У американцев было разное отношение к Вьетнамской войне. Я когда летел в Вьетнам в 70-м году, мы летели самолетом от Москвы через Ташкент, Калькуту, через Карачи-Калькуту с посадкой в Ханое, у нас в самолете летела делегация американцев. Это было примерно около восьми человек. Это были молодые юноши и девушки, которые летели как правозащитники для того, чтобы поддержать, так сказать, вьетнамцев. Многотысячные антивоенные демонстрации вызывают у президента США возмущение. Они что, против исторической миссии Америки по распространению демократии? Только сумасшедший может подумать, что президент пойдет на поводу у этих хулиганов, у этих мальчишек, у этих явных агентов Кремля. И Джонсон принимает решение использовать во Вьетнаме и наземные войска США. Количество звездно-полосатых распространителей демократии увеличено с 30 до 500 тысяч. Полмиллиона янки приступают к выполнению своей благородной миссии. Показательные названия их армейских подразделений во Вьетнаме тигровый отряд, варвары, голоборезы. Особым шиком считалось тогда носить на шее ожерелье из ушей и скальпов казненных вьетнамцев. Джунгли всегда джунгли. Особенно здесь вот, в Южном Вьетнаме. Можно себе представить, что чувствовали здесь. Американская чувствовала солдатня, которая не могла здесь увидеть ни партизан, ни солдат регулярной армии. Поэтому применяли и дефолианты, поэтому выжигали все это здесь напалмом. Дальше уже не пойдем, дальше я смотрю, просто гиблое. Но неподалеку от этих мест находится деревня Сангми. Вернее, то, что осталось от нее в памяти людской. Деревня Сангми. Здесь 16 марта 1968 года за несколько часов американцы уничтожили более 500 мирных жителей. Стариков, женщин, детей. Это был так называемый рейд устрашения, один из многих за ту войну. Во время той резни мне было 11 лет. Мы с мамой прятались в укрытии. Там было еще 6 человек. Американцы нас нашли, пересчитали и стали бросать в укрытие гранаты. Одну за другой. Я единственный, кто остался там в живых. Мне было тогда 43 года. Когда американцы пришли, я даже дала им воды попить. А потом они забрали всех, кто был в деревне, и погнали к Канаве расстреливать. Мы умоляли не убивать нас, но они толкали нас, чтобы мы опустились на колени. И тут же начинали стрелять. Моя мать погибла. Все мои дети погибли. Взрослых мужчин тогда в деревне вообще не было. Только старики, женщины и дети. Что за люди эти американцы? Просто пришли и всех убили. Целую деревню. За что? У меня было двое детей, 13 и 11 лет. Их убили, американцы. Ставили нас на колени и стреляли из пулемета. Стреляли, как фашисты в Белоруссии. Сзади. Я упала в Канаву, но удержала двух своих детей. Одну девочку я держала за руку, а другую, трех лет, кормила грудью, чтобы она не плакала. И мы лежали в Канаве, в грязи и в крови. Те, кто упали позже, накрыли нас собой. Мне тогда было 30 лет. Мы входили в деревню и попросту стреляли в каждого. Нам не нужен был предлог. Как это похоже на то, что происходит сегодня в Ираке? Вот солдаты спрашивают, что вы расскажете своему сыну об операции Фалуджа? Это было просто массовое убийство. Бомбы сбрасывались на все, на что можно было их сбросить. Это не война была, а массовое убийство. Такое же, как во Вьетнаме. Перед вами Ким Фук, девятилетняя девочка, обожженная Напалмом. Напалм был одной из самых преступных особенностей той вьетнамской войны. Светящиеся Напалмовые бомбы вызывали бурю огня на земле, уничтожая и леса, и деревни, хижины и людей, животных. Подобную кинохронику американская цензура держит под запретом вот уже почти 30 лет. Как держало под секретом применение Напалма и белого фосфора в Ираке? Авторы итальянского телефильма Фалуджа «Скрытая резня» недавно поведали миру здесь те же традиции пентагоновской демократии. Тех, кто пытался поведать миру о преступлениях американцев при взятии Фалуджи, ожидали самые различные неприятности. От изъятия отснятых там видеокассет до похищения и убийств при невыясненных обстоятельствах. Я собрала рассказы местных жителей, например, об использовании в Багдаде во время захвата аэропорта в апреле 2003 года, запрещенного еще со времен Вьетнама оружия Напалма. Были у меня еще свидетельства жителей Фалуджи о применении оружия, содержащего белый фосфор. В частности, некоторые женщины, вернувшись домой, обнаружили белый порошок, рассыпанный по всему дому. У них появились болезненные раны на теле, кровотечения и другие опасные симптомы. Я хотела взять интервью у этих людей, как вдруг меня похитили. Это были очень странные иракцы. Они запретили мне рассказывать о том, что я узнала в Фалудже о преступлениях американцев. Когда те странные иракцы отпустили журналистку-заложницу, и она ехала в аэропорт на машине с итальянскими опознавательными знаками, машину расстреляли в упор на блокпосту американские солдаты. Журналистку спас, прикрыв собой офицер итальянской службы безопасности. Они развязали террор против журналистов. Есть факты убийства. Кроме с Грэнни, когда американский танк направил специально по наводке свои снаряды там, где сидели журналисты в гостинице. То есть, американцы сами ведут извините за это выражение отстрел недружелюбных журналистов, то есть, объективных журналистов. Особенно боятся американцы правды об их преступлениях именно в Фалудже, центре сунитского сопротивления, где и было применено фосфорное оружие против мирного населения. Врач Махмед Дадид, который с разрешения американцев хоронил погибших в Фалудже, свидетельствует. На многих трупах странные раны. Кожа выжжена до костей. Лиц разглядеть невозможно, так как они просто-напросто расплавлены. Одежды же остались удивительным образом, почти нетронутыми. Белый фосфор, когда взрывается, превращается в белое облако. Если он попадает на человека, то поражает тело до костей, но не обязательно сжигает одежду, так как вступает в реакцию только с молекулами, содержащими воду. Человек умирает. Медленно. Вот этот светящийся дождь, распыляемый над Фалуджей. Химическое оружие – средство массового уничтожения людей. Не из мифических секретных арсеналов Хусейна, а из реальных американских вертолетов. Бух в этой операции, правда, не оригинален. Его предшественники тоже сеяли свободу и демократию сверху. С бомбардировщиков Б-52. Это восемь моторов. Огромный самолет. Нагрузка бомбовая до тридцати тонн. Он до этого считался абсолютно неуязвимым. И они чувствовали свою безнаказанность, летели как на прогулку. Летели они с Гуама, с Южной Кореи. Летели. И бомбили вот такие, так называемые ковровые бомбежки. Брал полосу примерно 350-400 метров и длиною 2-3 километра падали бомбы. Это просто перепаха на поле. Применяли американцы тактику массированных налетов по 30-40 групп. В каждой группе по 2 самолета. Это до 80 самолетов. Вот они утюжили землю сплошным ковровым покрытием. Они высыпали химические вещества для того, чтобы опала листва и дороги было видно. Люди гибли массами. Я лично это видел. Американцы сбросили на Вьетнам 80 миллионов литров химических веществ, в том числе дефолианты. Продукт их распада диоксин, самый токсичный продукт, который знает человечество. Только в Южном Вьетнаме дефолиантами уничтожено 3 миллиона гектаров леса. Вырождение продолжается до сих пор. Но самая страшная страшная жертва люди. Он поражает даже детей и внуков тех, кто подвергся прямому воздействию американского диоксина. Это миллионы и миллионы жителей Вьетнама. Дельта реки Меконг. Легендарный партизанский край Южного Вьетнама. И когда мы видим сегодня здесь, как работает на рисовых полях вьетнамцы, как торговцы занимаются своим мелким бизнесом, как радуются ребятишки хорошей погоде и солнышку, просто радость берет за то, что Вьетнам нашел свою дорогу к счастью, защитил свою свободу и независимость. В 1970 году Конгресс США признает свою резолюцию по Танкинскому инциденту ошибочной. А известный сенатор Фулбрайт так прокомментирует механизм объявления войны северному Вьетнаму. Поначалу мне и в голову не приходило, что президент, госсекретарь и министр обороны будут лгать нам. Но они, оказывается, лгали и извращали факты. Так что ложь, болезнь в Белом доме наследственная. Буш в этом смысле не исключение. Американцы лгали, нападая на Вьетнам, лгали и насчет Ирака. Ложь их политики, нормальная для них практика, когда те, кто находятся у власти в США, бряцают оружием и заинтересованы в войнах. Америка двигалась к этому состоянию имперскому, к состоянию мирового гипнотизера постепенно на разных этапах. Но пиком этого явились 90-е годы, когда второй полюс, который, в общем-то, сдерживал этот процесс в лице Советского Союза, стран Варшавского договора, пал. И тогда американцы получили полную свободу рук довести до абсолюта, даже до эксцессов, те элементы, которые были в американской системе всегда. У нас прошло хорошее заседание администрации, на котором министр обороны и госсекретарь рассказали нам о нашем страстном желании распространения демократии по всему миру. Распространение демократии по всему миру. Эти слова Джорджа Буша-младшего приобретают особо зловещий смысл, если вспомнить еще и зверские, издевательские пытки над заключенными в багдадской тюрьме Абу-Грейб. Весь мир содрогнулся, узнав об этой воспитательной работе, которая проводилась, как выяснилось, в соответствии с пентагоновскими рекомендациями. Но не успел Вашингтон отмыться от грязи Абу-Грейба, как выяснилось, что подобные американские тюрьмы тайком созданы, по свидетельству газеты Вашингтон-Пост, и в некоторых странах Восточной Европы, которые приобщились к показательной демократии США. Вашингтон-Пост называет в частности Эстонию, Венгрию, Румынию, Польшу. Пытать людей месяцами и даже годами без суда и следствия за пределами Соединенных Штатов такой опыт американские распространители демократии приобрели далеко не сегодня. Если перемахнуть вот за этот холм, подняться на него, то перед вами откроется где-то километрах в пяти-шести отсюда огромный участок земли, огороженный колючей проволокой. Земля кубинская, а флаг за колючкой американский. Это военная база США Гуантанамо, известная не только своим пентагоновским содержанием, но и содержанием там, за колючкой, в местной тюрьме, без суда и следствия, сотен иностранных граждан, чьи имена не сообщаются ни родственникам, ни средствам массовой информации. Гуантанамо в этот момент, это не тюрьма даже, а настоящий концентрационный лагерь. Обходя законы своей страны, они пытают пленных патриотов за пределами США, в том же Афганистане, в том же Ираке, в некоторых странах Восточной Европы. Здесь и пытки, и убийства. Это что, модель той демократии, которую они хотят навязать всему миру? Так что, по правам человека, президент Буш недалеко ушел от террориста Бен Ладена, в прямом и в переносном смысле. У них даже капитал общий. Оба Буша, и папа, и сынок, работали в фирме Карлайл, куда инвестировала своей капиталной семья Бен Ладенов. Более того, именно Буш старший благословил, будучи президентом США, Бен Ладена на операции против Советского Союза в Афганистане, вооружал террориста. Мы боремся за что? За демократию. Мы боремся за права человека. Мы боремся за американскую мечту, за вашу тоже. Мы боремся за то, чтобы всем было хорошо. Мы боремся за то, чтобы не было СПИД. Мы боремся за то, это все говорится. Мы боремся за то, чтобы не было терроризма. А скажите, кто взорвал башни? За чьи деньги взорвали? Не за американские? Что? Рабы за свои взорвали? Они за свои купили эти самолеты? Они за свои наняли этих убийц, которые убили массу людей в Нью-Йорке. Я был на одной из этих башен, я знаю, что это такое. Всё это взорвано за американские деньги, по наущению американцев. А Бен Ладен кто такой? Да Бен Ладен же агент ЦРУ был, главный террорист мира. Он же вставленник ЦРУ. И многие другие, которые в других странах занимаются этими же самыми делами, это же люди, которые ради лживого лозунга «всё для того, чтобы быть человеком свободным», фактически делают всё для того, чтобы человек свободным не был. Чтобы он был прикован то ли к доллару, то ли к чему-то ещё. Но прикован. Прикованный человек свободным не бывает. После трагедии 11 сентября, по позволению уже Буша-младшего, 24 члена семьи Бен Ладена были выпущены из США чартерным рейсом. В то время как для миллионов американцев аэропорты страны были закрыты. Почему? Не потому ли, что террорист номер один Бен Ладен на свободе для Буша выгоднее, чем на скамье подсудимых? Материалы различных телеканалов, информация, полученная в результате журналистских расследований, в том числе американских, всё это убеждает в том, что лидер аль-Каиды неоднократно находился в зоне досягаемости спецслужб США. Просто есть люди, ловить которых политически выгодно, к примеру, Саддама Хусейна, или организаторов взрывов в Аммане. А есть те, кому целесообразнее позволить находиться на свободе. Тем временем Белый дом срочно ищет всё новых и новых врагов Америки. При этом определять, кто входит в зловещие оси зла и страны-изгои, с которыми нужно бороться, Бушу помогает, мол, сам Всевышний. Бог сказал мне напасть на Аль-Каиду, и я напал на них. И заранее он проинструктировал меня напасть на Саддама, что я и сделал. С поддержкой Бога на нашей стороне мы одержим победу. На библейской земле Ближнего Востока фарисейство Вашингтона выглядит особенно нелепо. Вот здесь, неподалеку от Дамаска, который опять не по нраву к небесам приближённому Бушу, проповедовал апостол Павел, которому именно вот здесь, вот под небом Сирии, явился сам Иисус Христос. А в этом монастыре Святой Девы Марии 6 века нашей эры хранится икона, вписанная ещё рукой Святого Луки. Здесь, в Сирии, как признаться нигде больше на Ближнем Востоке, мирно сосуществуют и христиане, и мусульмане, и иудеи. Но вот мир-то как раз, людское взаимопонимание, благополучие, где бы то ни было на земле, Белому Дому, ну, как серпом по одному месту. На мой взгляд, нынешняя администрация США во главе с Джорджем Бушем-младшим сейчас в глубоком кризисе и всеми силами пытается найти выход из него. Причём для этой цели был избран поистине странный способ создания очага напряжённости в нашем регионе. США оказывают давление на Сирию, на Иран, даже на Саудовскую Аравию. Америка, видите ли, всех учит, как нужно жить, кого уважать, а кого слушаться. Вопрос о том, как жить, должен решать всё-таки народ. И если этот народ, народ той страны, о которой идёт речь, если этот народ ни на кого не нападает, если этот народ не агрессор, если этот народ не шовинистически настроен, и если им не руководит фашистская идеология, если он не следует фашистской идеологии, и не нападает ни на кого, я не думаю, что у кого, какого бы то ни было государства, есть право вмешиваться в его жизнь. Сирия сама издревле несла миру представление о культурных ценностях человечества и о принципах демократии. Можно любить или не любить ту или иную страну. Можно любить или не любить конституцию той или иной страны. Но называть осью зла, это значит, в нынешнем понимании, это значит, ну, числить Белоруссию рядом с Аль-Каидой, с терроризмом и так далее, и так далее, чего, на что оснований нет. Мы с уважением относимся к Белоруссии. Опираясь на свой народ, на национальную экономику, на следование по-настоящему демократическим принципам и принципам независимости своей внешней политики, ваша страна достигла уважения во всем мире и уровня жизни высшего, нежели в других странах бывшего СССР. И нас нисколько не удивило, что в ходе референдума абсолютное большинство граждан вашей страны поддержало президента Александра Лукашенко. Ваша страна преуспела в главном. Она отстояла право жить так, как считает нужным. Следы древней цивилизации в Сирии буквально на каждом шагу. Вот эта крепость, которую вы видите за спиной, она старше Соединенных Штатов, по крайней мере, чуть ли не на две тысячи лет. И невольно задаешься вопросом, как это сирийцы умудрились прожить здесь, на этой земле, столько лет, без умных советов Джорджа Буша-младшего и Кандализы Райс. Не зря говорят, Восток – дело тонкое. Здесь свой, особый уклад жизни, издревле неторопливый, с философским складом ума, по отношению не только к животворящему очагу и хлебу насущному, но и к таким понятиям, как друг или недруг. Здесь, а это и в Сирии, и в Ливане, и в том же Ираке, даже дети, а может, дети даже в первую очередь, знают теперь цену и войне, и миру. А по звуку выстрелов могут точно определить, где что происходит. Если из калашниковых огонь, значит, свои. А если из американских скорострелок МСМ, значит, оккупанты. При слове «Багдад» невольно вспоминаются слова из волшебной восточной сказки. Помните, мол, в «Багдаде» все спокойно. Но вот такая тишина, вот такое спокойствие давно покинули улицы этого древнего города. Ну вот опять где-то что-то грохнуло. Впрочем, даже иностранные телерепортеры, падкие на сенсации, к этому уже привыкли. Это в Ираке теперь дело обычное. Только успевай подсчитывать. Количество убитых и раненых растет день от дня. И конца этому не видно. Странные люди эти иракцы. Американцы их освободили от прежней жизни. А они, неблагодарные аборигены, требуют теперь, чтобы их освободили от освободителей. Причем так настоятельно требуют, что количество вновь прибывающих из Ирака покойников на Орлентонское кладбище далеко перешагнуло уже за две тысячи. И это после того, как Буш объявил о своей полной победе в Ираке, которая была отмечена на телеэкранах США бравыми мелодиями славного шествия демократии по осчастливленному Бушу Ираку. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь над Орлентонским кладбищем тишина. Бок о бок лежат солдаты, освобождавшие для Америки Вьетнам, Корею, Панаму, Гондурас, Никарагуа, тот же Ирак. А несчастные матери, потерявшие сыновей далеко от родного дома, по-прежнему безответно задают президенту один и тот же вопрос «Сколько парней ты убил сегодня? И за что?» Я не слышу тебя, потому что не вижу.